Что касается заявлений премьер-министра Армении в связи с ракетным комплексом «Искендер», оно у нас тоже вызвало вопросы. Я бы не хотел, как говорится, иронизировать на эту тему. Достаточно уже было комментариев и среди российских официальных лиц, и членов парламента России, и экспертов о том, что на 10% ракетов взорваться, конечно, но надо очень постараться, чтобы это произошло. Мы не видели пуска ракет «Искендер», не видели. Поэтому, когда это заявление было озвучено, вчера, ну, еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной, я бы сказал, такой ляп, такой публичный, их уже много было. И, в принципе, то, что сейчас происходит в Армении, напоминает какую-то сцену, какой-то трагикомедии. Вот так бы я охарактеризовал, что там происходит. Но представьте, у них пропадает самолет, они не знают, где их не самолет. Он улетел в одно направление, улетел в другое направление, пилоты скрылись, самолет исчез, и они сидят и думают, кто у них угнал или украл самолет. Дальше. На выставке «Адекс» в Абу-Даби армянский стенд был чист, как никогда там не было ни одного экспоната. Ну, с одной стороны, что там экспонировать, там у них же нет военного производства. Но, с другой стороны, зачем же, как говорится, обезьянничать и гнаться за кем-то, чтобы у них там был бы стенд. Ну, опозорились на весь мир. Значит, все привезли свою продукцию, на армянском стенде какие-то книжки. Ну, это же позор. Ну, дальше заявление о том, что Искендер был выпущен. А куда он был выпущен? И взорвался на 10%. Ну, это просто анекдот. Вот эта трактория комедия вот сегодня именно и характеризует то, что там происходит. Они выпускали ракеты «СКАД.У» по населенным пунктам, причем целенаправленно, ночью по спящему городу Гянджа. Это все было отслежено. Мы, естественно, эту информацию сразу же довели до российской стороны. И я, когда говорил с президентом Путином, говорил об этом и призывал российскую сторону призвать армянскую сторону воздержаться от этого. Иначе у нас не будет выбора, мы будем бомбить их не города. Да, у нас все было на прицеле. Наши ракеты спокойно достают до Еревана. И не только из Нахчеванской автономной области, республики, из других регионов. И мы это можем продемонстрировать в любой момент. Поэтому мой призыв был призвать уже взбесившееся армянское военно-политическое руководство, которое перешло все красные линии, к трезвому анализу ситуации. Иначе мы их просто уничтожим полностью. Ну и я считаю, что это воздействие российской стороны подействовало, потому что после последних ударов по Гензи больше таких попыток не было. Хотя до этого они атаковали регулярно. И, кстати, после этого и артиллерией, и минометами атаковали наши города постоянно. На Тар-Тар упало по 16-18 тысяч бомб. В том числе атаковали похоронную процессию. То есть максимально с тем, чтобы привести урон мирному населению, это, видимо, было от бессилия, от слабости, от поражения на поле боя. А также они думали, что таким образом они нас остановят. Хотя я говорил, что люди, которые теряли своих близких, или те, кто выбирался из-под завалов, говорили, все в корабе говорили, что только вперед, только не останавливайтесь. На вопрос о том, что сделать, какие механизмы сдерживания должны быть, я об этом, кстати, говорил российскому руководству тогда, когда ракеты «Искендер» были переданы Армении. Я говорил, что это неправильный шаг. Это шаг не направлен на укрепление стабильности. Это не сдержит нас ни от чего. И, кстати, говорил и во время войны, и предлагал российской стороне забрать «Искендер» обратно. Говорил. И до сих пор придерживаюсь такого же мнения, что единственным путем, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие событий в регионах, это забрать это обратно и не давать больше им бесплатно оружия. Я это говорю постоянно, и, к сожалению, это происходило. После войны этого нет, и мы это расцениваем как позитивный шаг. Но недавно министр обороны Армении заявил, и, по-моему, посол России, мне говорили, и в Армении тоже, что Россия будет участвовать в модернизации армянской армии. Для чего? С какой целью? Вот у меня резонный вопрос. Я вот через ваш канал, через сегодняшнюю прямую трансляцию обращаюсь. Для чего? В этом нет никакой необходимости. Если мы хотим мира, долгосрочного мира, то безответственные люди не могут иметь средства такого поражения. В стране, в которой царит хаос, где армия не подчиняется руководству, где то ли они совершили военный переворот, то ли не совершили. Это тоже часть трагикомедии. Ведь военный переворот либо совершают, либо не совершают. Вот в таком вот трагикомическом виде, с хождениями, с мегафонами, с ночными палатками, с какими-то бомжами на улицах, это просто позор. Просто позор. И весь мир смеется над ними. Что над властью, что над оппозицией. Поэтому в такие руки разве можно давать опасное оружие? Поэтому хотел бы сказать, что сделать, чтобы ни у кого не было опасений. Что касается дальнейшего военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, то оно у нас носит плановый характер. Эту тему мы тоже обсуждали с российским руководством после окончания военных действий. Потому что, естественно, у нас и ресурсы, и боекомплекты потрачены. И есть необходимость пополнить арсенал до тех пределов, которые были до войны. И в этом направлении работа ведется. У нас основная военная техника – это техника российского производства. И в отличие от Армении мы никогда не жаловались, потому что, ну, во-первых, не было повода жаловаться. Российская военная техника – это лучшая в мире по некоторым показателям. И в целом одна из лучших в мире. Просто она должна быть в правильных руках, чтобы потом не было вот таких голословных обвинений, которые привели по существу к военно-политическому кризису в Армении. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.